всем привет вы на канале захотеть похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм всем привет девочки я сегодня проспала вчера легли поздно сейчас я только что вернулась свои прогулки буду делать увлажняющую маску что лицо загорело и аж тянет кожу пошла на прогулку обычно я беру с собой телефон и вы знаете люблю походить поболтать и сегодня как назло погода такая тихая вот не жарко и ветра нет что снимай и снимай обычно бывает такое возьмешь телефон настроишься что-то рассказать ответить на ваши вопросы и ветер так дует что ничего не получается потому что если начнешь говорить о но вы ничего не слышно и сегодня погода просто обалдеть ой телефона нет вернулась домой тоже бегом бегом спешила я сначала дочку в школу завожу а потом иду ходить спешила рюкзак воду кинула кепку кинула телефон так и остался на столе лежать вот такая вот я балда девочки не забывайте про маски когда мы худеем когда теряется вес если у кого полненькая личико то маски делать обязательно даже когда не полненькая личико когда там вам нужно сбросить три четыре килограмма в любом случае особенно это касается девочек после 40 после 45 лет находите 10-20 минут вот смотрите сколько у меня заняло видео по видео показывает минута 42 минуты чтобы нанести маску 10 минут полежали есть 20 минут полежали 20 минут но маски делайте обязательно и не только на лицо но и на шею шея это наш предатель всегда руки и шея выдают возраст поэтому за шейкой и за ручками обязательно нужно следить вот и все вот ровно две минутки несколько секунд и масочка уже на мне так пойду я полежу и будем завтракать сегодня на завтрак у меня будет чашечка кофе смотрите девочки исправляюсь даже вот такая небольшая чашечка это в ней половинка и стала делать программу чтобы было но я обычно три зернышка себе ставлю и сейчас ставлю только одно зернышко и утром выпиваю вот такую же половинку чашечки маленькой и потом в 10 часов на начало 11 на завтрак затем у меня будет греческий йогурт с инжиром здесь 150 грамм и будет одно яблочко вот в принципе и все всем приятного аппетита и хорошего начала дня спрашиваете про витамины витамины пока есть вот такие он ты вид это когда артур улетал в конце ноября или в начале декабря я не помню ну вот это он с собой брал где-то 6 вот таких вот баночек так что витамины у меня он дэвид там мультивитамины сколько там у меня еще тросочки осталось да в принципе пол баночки но еще целенькие есть поэтому девочки на любой диете чтобы не ломались ногти чтобы волосы не сыпались не секлись обязательно принимайте он дэвид или другие мульти витамины поскольку мы себя ограничиваем в калорийности мы себя ограничиваем в количестве порций поэтому естественно когда ты на диете ты чего-то недополучаешь и поэтому витаминчики овощи очень приветствуются здесь вот очень хороший состав и можно взять аналогично не обязательно там он дэвид а то еще подумаете что я рекламирую нет просто мне эти витаминчики подходят и как бы у меня эти витамины принимает вся семья кроме миленки у миленки детские витамины на обед у меня сегодня будет вот такая вот большая тарелка овощей приготовленных на пару здесь у меня молодая картошечка молодая морковочка зеленый горошек и стручковая фасоль варила на пару как готовила вернее на пару примерно 25-30 минут ну пробую когда картошка готова остальные овощи но все молоденькая быстро готовится и она хоть и маленькая у меня картошечка но все равно бывает такое что когда в процессе приготовления у другие овощи готовы а картофель еще не сварился затем я добавила сюда чайную ложку оливкового масла немножко присолила и сейчас буду все это с большим удовольствием есть если вы сейчас обедаете желаю всем приятного аппетита сейчас девочки покажу свои покупки и дам вам рецепт тонизирующего и полезного напитка когда у нас жарко я готовлю такой коктейли ну даже скорее не коктейль а напиток на литр воды половинка зеленого лимончика лайма можно конечно взять и обычный лимон но эти они как-то знаете менее такие кислые и более освежающие но опять же это мое мнение затем добавляю две столовых ложки нужен вот такой вот жидкий мед и в этот раз я купила мед акации видите там 100 внутри первый раз такой покупаю возможно были в других магазинах я за эти два года уже не помню поменялось наверное все но первый раз покупаю вот такой вот мед и добавляю несколько листиков свежей мяты она у меня растет в горшке на террасе как бы с этим нет проблем все вот это вот отправляете в холодильник и в течение дня из-за меда идет как бы такая небольшая калорийность подпи . в опять же в меде много полезных веществ и это такое средство классная и для иммунитета и освежающие и в то же время это не какой-то все-таки хочется какого-то летом лимонаде к какой-то фанты и на мой взгляд это намного позже и полезнее всего всех вот этих вот индустриальных напитков потом купила вот такую вот смесь это смесь на основе киноа но в ней находятся еще добавлены семечки подсолнечника затем он видно наверно да это овсянка томаты и по моему сладкий перчик если я не ошибаюсь да да сладкий перчик морская соль оливковое масло паприка и что еще что еще вроде бы ничего не пропустила лучок да да вроде бы все и как бы вот так вот не заморачиваться с гарниром потому что там какое-то мяско на гриль кинул или какую-то рыбку приготовил раз два пять минут это как как кускус и все готово и купила также девочки муку из гречки во франции с нормальной гречкой проблема здесь она продается помните я показывала но ее я покупала для завтраков кстати так рецепты не с ней не сняла обязательно сниму покажу меня там гречки немножко осталось как раз хватит на одну порцию и хочу попробовать сделать вот такие вот галеты из гречневой муки тут рецепт есть но честно говоря он какой-то странноватый там нужно приготовить все ногу замесить тесто потом оставить его на три часа в холоде я помню готовила обычно как блинчики такие гречневые блинчики как вот мы готовим яйца молоко немножко соли немножко сахара если вы сахар едите я иногда добавляю сироп агавы иногда вообще не добавляю чтобы но если блинчики будут с начинкой соленая потому что видите здесь яйцо ветчина и попробую приготовить вот такие вот галеты что-то мне захотелось что гречка здесь она как на кашу она не годится на зеленая я пробовала ее и на сковороде прожаривать но она все равно разваривается и не рассыпчатая вот такая вот но не вкусно короче говоря и в духовке я ее прожаривала и попробую сделать вот такие вот галеты а вот на ужин сегодня я приготовила совершенно другое но приехал муж с работы и привез целый килограмм креветок здесь у меня наверное грамм 350 потому что я взяла третью часть из упаковки и вот такой вот у меня сегодня будет шикарный ужин всем желаю хорошего вечера хорошего настроения мирного неба и встретимся завтра вон на ужин сегодня все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok